Николай Петрович Вагнер Василий Андреевич Жуковский Издавая сказки о кота Мурлыке, необходимо сказать хоть несколько слов об их авторе. Это был старый, весьма почтенный кот, но, к сожалению, полный всяких противоречий. Он был старый, постоянно напевал одну и ту же песню «Нихталис васалис изгут». Таким образом, он никак не мог сделаться ни антикварием, ни архивариусом. Хотя бы в каком-нибудь комиссариатском архиве и существовали самые жирные крысы. Он был бесспорно почтенный кот, но всегда вооружался против всякого почтения, называя его китайской церемонией. Он любил науку и терпеть не мог ученых. Любил искусство и ненавидел искусников. В особенности таких, которые всю свою жизнь пели фальшивые ноты. Одним словом, это был очень оригинальный кот, хотя всякую оригинальность не любил и преследовал. Во-первых, уже потому, что никак не мог отличить оригинального от модного. А главное потому, что все оригинальное, по его мнению, заслоняет от нас все обыкновенное, простое, что мы должны изучать или что требует нашей помощи. Бедный кот был немного помешан. У него была одна идея фикса, от которой не могли освободить его все европейские и американские скулапы. «Я, — говорил он, — родился на свет вниз головой, и с тех пор все на свете, мне кажется, вверх ногами. Наверху стоят сильные и прекрасные золотые тельцы, перед которыми многие преклоняются или, по крайней мере, скачут и пляшут на задних лапках. А мне кажется, что наверху стоят те самые маленькие червячки, которые весь день деньской роются в земле из-за насущного хлеба. И стоят потому, что первые должны же быть когда-нибудь последними. Наверху стоит человеколюбивое братство и отдает своему ближнему последнюю собственную рубашку. А мне кажется, что наверху стоит именно та самая собственная рубашка, которая ближе к телу, чем всякая другая. Наверху стоит столб прогресса, с рукой указующий, куда идти людям. А мне кажется, что этот столб давно лежит на боку, а на нем лежат люди, твердя в умилении сердец «Кива пьяно васано». Наверху стоит светильник мира, потому что никто не ставит его под стол. А мне кажется, что он именно стоит под тем столом, за которым пероет добрая богиня глупость и ворожит всем, кому хорошо живется на свете. Наверху стоит истина, вечно влекущая на свободу сознанного факта. А мне кажется, что наверху курятся те самые старые курильницы, которые стоят там со времен древних авгоров. А внизу? Ну, внизу нельзя ничего разобрать за облаками одуряющего дыма. Ах, скоро ли же мне представится, что люди ходят вверх головами и не болтают ногами по воздуху? И бедный кот усиленно махал хвостом, желая отогнать от себя неотвязную идею Фикса. Но это средство, разумеется, не помогло, и он принимался мурлыкать бесконечные песни и сказки. Его окружали и слушали дети, среди которых его старому сердцу было тепло и приютно. Но и тут он не знал покоя. И тут к нему приставали разные крючкотворцы, которые разбирали каждую его мысль, каждое слово. «Что это ты сентиментальничаешь?» — говорил один крючкотвор. «Разве идут эти нежности к твоим седым усам?» «Поди, выдуми свою кожу», — говорил кот. «И сердце также, если тебе покажется это лучше, я тебе не мешаю». «Что это ты сам себя противоречишь?» — говорил другой крючкотвор. «Только одна палка не знает противоречий», — ворчал кот. «Я не хочу быть палкой». «А зачем ты рассказываешь детским языком недетские сказки?» — спрашивает третий крючкотвор. «Разве могут понимать тебя дети?» Но тут кот терял всякое терпение. Он вскакивал и с яростью накидывался на всех крючкотворов. «Да вы кто?» — кричал он. «Разве вы сами не дети в общем росте того ребенка, которого зовут человечеством?» «Ребенка с уродливой, тяжелой головой, который постоянно перевешивает его вниз?» «Оно, ваше великое человечество, прожило столько веков и до сих пор не знает, который ему год?» «До сих пор оно не может освободиться от старых пеленок или помощи, на которых его водят. Оно до сих пор гоняется за красивыми бабочками или заблуждающими огоньками, которые вспихивают над каждым болотом. Каждую минуту оно готовится драться, царапаться до крови, за каждый клочок дренной земли, за всякую пустую погремушку. Оно хвастает своим знанием и до сих пор не может прочесть одного слова. «Человечность» первого всемирного слова, которому учил его более восемнадцати веков тому назад великий учитель. Падите же вы прочь с вашими вопросами. Падите и поучитесь у этих малых из малых, на которых вы смотрите с фарисейской снисходительностью. «В их сердцах сама природа, простая, прямая, великая. Они старше вас целым поколением, выше вас целой головой, потому что в этой голове уже сложились те пути, до которых добивались ваши отцы и дети, и все-таки не добились». «Что ж, может быть, сумасшедший кот и был прав, хоть немножко. А, впрочем, предоставим тебе лучше решить этот вопрос нашим детям». Гули. Глава первая. «Взглянешь на небо, там солнце царит и владеет. Взглянешь на землю, здесь опять солнце, и некуда от него скрыться. Даже в тени и возле моря туда оно проникает своим удушливым жаром. Но под этим солнцем среди этого жара трудятся люди, и весь сад кипит работой. Сад большой, фруктовый. Люди носят большие корзины, полные персиков и абрикосов, яблок и груш и всякого винограду. Тут есть и черный, и розовый, и зеленый, и мускат, и изабелла. Все приносят на верхнюю террасу, где сидит сама владетельница сада и громадного имения, Сама баронесса фон Дрепанкуль-Ильструм». Подлинь ее стоит Гули, татарочка-сиротка, воспитанница баронессы. Смотрит Гули на всю эту суетню своими большими, черными, как черные сливы, глазами, Смотрит и думает, зачем это трудятся люди, Зачем им столько плодов и яблок, и груш, и персиков, и слив, и абрикосов, и винограду. Она вспоминает, что на этих днях она посадила горчичное маленькое зернышко в землю, Посадила его в самой середине цветника и верит, крепко верит, Что из этого зернышка вырастет большое дерево. И как же не верить ей, когда сама баронесса читала ей святой великой книги, Как один человек взял и посеял горчичное зерно на поле своем. Это зерно, сказано в книге, хотя меньше всех семян, Но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, Так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. И Гули крепко верит, что это зерно горчичное взойдет и вырастет, И будет больше всех злаковых и станет деревом. Но укроются ли в нем птицы небесные, вот вопрос. Два дня уже лежит зерно горчичное в земле, Завтра, завтра оно должно непременно взойти маленьким зеленым росточком. Несколько раз на дню Гули пойдет посмотреть то место, где она посадила зерно, Место, которое она отметила маленьким крестом, Двух прутиков. Она придет к этому месту и утром рано, на восходе солнца, И днем, и даже поздно вечером. Завтра оно должно непременно взойти. В это крепко, крепко верит Гули. Глава вторая С вечера она долго молилась. Она не могла молиться иначе, как со слезами, Потому что молитва ее обращалась прямо к доброму Иисусу, Которого она любит так сильно и горячо. Каждый раз, как она подумает о нем, Ее сердце забьется так радостно, И она чувствует, что он уже стоит подле нее, С его ласковыми, добрыми, голубыми глазами. И на ее собственных больших черных глазах Невольно навертываются слезы. «Господи!» — шепчет она. «Сделай так, чтобы все были добрые И любили бы тебя, доброго, И любили бы друг друга». И она твердо верит, что когда-нибудь, Да это будет, непременно будет. Когда она легла в свою постельку, То на дворе и в саду была уже теплая южная ночь, И яркий месяц высоко стоял в темно-фиолетовом небе, И еще ярче горели и дрожали яркие звезды, Отражаясь в море. Она заснула с твердой надеждой, Что завтра вместе с восходом солнца Она увидит всход маленького горчичного зерна. Она не знала, как долго она спала И что ее разбудило. Но она вдруг проснулась и села на постельку. Неизвестно, почему ей представилось, Что теперь, именно теперь, Показался из земли первый маленький зеленый росток Горчичного зерна. Сердце у ней забилось так радостно, трепетно, И она невольно быстро поднялась с постели. «Я пойду», — думала она. Взгляну на него одним глазком и опять лягу. Ночь была душная. Через большое окно ярко светил месяц И всюду разливал свой зеленоватый, Таинственный свет. «Что за нужда, что я раздета в одной рубашке?» Думает Гулли. «Теперь ночь, меня никто не видит. Я пойду, побегу, взгляну и быстро-быстро Опять прибегу и лягу». И она сама, не зная как, Уже стоит на окне. Окно открыто, но оно высоко. Под ним внизу темнеют кусты Олеандров и Гальдемий. «Что же?» — думает Гулли. «Я спущусь прямо по воздуху. Надо только захотеть сильно-сильно, И можно спуститься». И она сама, не зная как, Но так легко, не слышно, Спустилась по воздуху И очутилась перед самым цветником. Но что же делается вокруг Ее маленького крестика испротив? Она смотрит и не верит глазам. Там словно все освещено, Но не светом месяца, А ярким электрическим светом. И среди этого света Носятся волны Светлого сияющего тумана. В них что-то быстро снует, Мелькает, копошится. Гулли усиленно пристально Вглядывается в этот туман И видит, что весь он полон Светлыми сияющими фигурками, Личиками девочек и мальчиков. О, сколько их в этом тумане! Даже в глаза хребет. И около чего они хлопочут Так усердно? Гулли вглядывается и видит, Что из черной земли, Сильно освещенной ярким светом, Из этой земли поднимается Первый зеленый сочный росток. О, как он детский, свеж И полон сочной жизни, Как все хлопочут около него, Вьются, шепчут, Ласкают, целуют его, И все тихо-тихо говорят Друг другу. Это росток горчичного зерна, Росток божьего дерева. И отчего все эти светлые, Чудные, хорошенькие мальчики и девочки, Которые так мило, Грациозно вьются и порхают, Что-то несут, несут без конца, Что-то тяжелое, круглое. Ба! Да это яблоки, груши, Абрикосы, персики И много-много всякого винограду. Это изобилие, изобилие, Шепчут они. И все эти плоды Под их светлыми ручками Расплетаются, заплетаются В такие чудные гирлянды. Все они падают на землю И исчезают. Гулий не может налюбоваться На эту дивную игру. Перед ней мелькают, Как бабочки с легкими крыльями, Сверкают, блещут опалами, Яхонтами, бриллиантами Все эти воздушные, чудные, Неведомые гости. Но что это? Маленький росток горчичного зерна Уже вытянулся незаметно Перед ее глазами В толстый зеленый ствол. О, как много в нем Могучей жизни! Глава третья Но кто-то шепчет около Гулий Оглянись! Она быстро оглядывается кругом. Вокруг светлого тумана Все как-то странно изменяет форму. Идут какие-то таинственные Невиданные превращения. Гулий вглядывается. Множество ростков Поднимается со всех сторон. Но эти ростки превращаются В каких-то прозрачных Зеленых пауков Или в голубых нарядных раков С малиновыми крапинками. Черви, простые, безобразные Земляные черви Становятся такими нарядными Красивыми гусеницами. А из этих гусениц Выпархивают чудные Блестящие бабочки И кружатся, кружатся Вместе со всеми Светлыми, блестящими Крохотными созданиями Вокруг чудного зеленого ствола Горчичного дерева. А оно растет, растет быстро, Но незаметно. Оно уже высоко поднялось Над землей, И его верхушка Вся покрылась Целым лесом ветвей, Целой тучей листьев. Какое-то белое Святлое облако Покрывает его вершину. Гури всматривается, Всматривается В это блестящее облако, Но оно уже не облако, А чудная, роскошная женщина. Она сидит на вершине дерева, Окруженная ее густой, Непроницаемой листвой, Которая растянулась На многие-многие версты, И кругом этой чудной женщины Лежат целые груды Всяких плодов, Груш, яблок, абрикосов, Апельсинов, персиков И винограду, Винограду без конца, И от всей вершины Всюду идут светлые, Блестящие и сияющие лучи. Изобилие, 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 Шепчут легкие, Маленькие крылатые создания И вьются, порхают, Мелькают вокруг дерева. Женщина медленно, Плавно поднимает, Протягивает руку И тихо произносит Одно слово, Одно только слово, Довольство. Но от этого слова Гули быстро, Широко открывает глаза И просыпается. Глава четвертая На дворе давно уже день деньской. Солнце спряталось за мелкими тучами, Как будто дождик собирается, Но в воздухе душно. Может быть, будет гроза. Гули едва могла дождаться, Чтобы все встали И побежала в сад к цветнику. Около крестика из земли Вышел крохотный Желтоватый росток С двумя листиками. Это был росток Горчичного зерна, Росток божьего дерева. Господи, Думает Гули, Какой он был толстый во сне! Отчего же наяву Не бывает так, как во сне? И каким сильным деревом Он поднимался от земли! А сколько было всяких плодов! И Гули вспоминает Ту красивую женщину, Которая сидела на этом дереве, И вспоминает то слово, От которого она проснулась. Довольство, Думает она. Изобилие дает довольство, И все вырастает из земли, Все развивается из земли. Изобилие — довольство. Довольство — это сила, Которая набирается из земли. Маленький росток Превращается в дерево. Если бы собрать все плоды Со всех деревьев, Которые их приносят, То какая вышла бы громадная, Большущая гора Всех этих плодов! Изобилие — довольство! И Гули почти не отходит От цветника. Она все думает, мечтает, Что выйдет из этого Маленького ростка. О, она вполне уверена, Что он будет большим, Большим деревом, В ветвях которого Будут укрываться птицы небесные. И целый день она ходит Озабоченная и задумчивая. А день разгулялся И опять сделался жарким. И всем как будто праздник, Большой праздник. Все так довольны, веселы, Бегают, смеются, И все едят яблоки, груши, Пекут айву, Щелкают грецкие орехи. Изобилие — довольство! И все птицы и звери земные Тоже чему-то радуются. Громадные стрекозы прыгают И стрекочут повсюду. Саранча залетает в окна. Птицы кричат, Порхают, Гоняются друг за другом. И отовсюду, Из садов, Виноградников, Со всех деревьев Слышится Несмолкаемый Оглушительный треск цикад. В ушах звенит От их крик, От всей этой возни Трескотни из шума и гамма. Гули самой весело. Ей хочется бегать В запуски, В перегонки. Хочется летать Вместе с задорными птицами. Но где же взять крыльев? Целый день она бегает По жару, По солнцу. Выбежит на берег, Там море шумит И сияет, А над ним роятся Чайки и бакланы. И целые стаи Черных дельфинов Прыгают, Играют, Кувыркаются В зеленоватой, Прозрачной, Блестящей воде. Гули бегает По камням, По дорожкам, И все ее тянет К ростку. Не сделался ли он толще? Не превратился ли в дерево? Вечером она устала. Глаза слипаются. Она зевает. Лениво молится И с таким наслаждением Бросается в постельку. Сон накрывает ей глаза. И снова перед Гули Стоит высокое божье дерево. Она смотрит кругом. Снова в прозрачном Блестящем тумане Что-то волнуется, Кружится, Мелькает, Снова меняется, Превращается. Но теперь все Куда-то стремится С криком радости И улетает. Вот у какой-то козявки Вдруг выросли крылья. Она расправила их И улетела. Вон бабочки легкие, Нарядные, Все из серебра И перламутра. Ах, как они летают! Точно бешеные! Даже голова Кружится от их полета. Но Гули не чувствует, Что она сама летает. Она несется дальше От этого постоянного Кружения к блестящему морю. Но и на море тоже Кружение и блеск, И трепет, И рокот Свободного моря. Всюду праздник. Вот и рыбы. Морские, Нарядные, Пестрые, Золотистые рыбы. Они выскачивают Из воды, Взлетают на воздух И улетают На легких крыльях. Вот на каменистый, Скалистый берег Выползают из моря Странные гады За зубристыми хвостами. Драконы — это Или невиданные Какие-то дивы морские. Они спешат, Торопятся. У них вырастают Крылья на спине, И они тоже Поднимаются на воздух И улетают. Вон и летучие мыши, И летучие белки, И птицы, Птицы. Ах, сколько птиц! Все они точно бешеные, Сноют по всем направлениям. У Гули рябит в глазах, Звенит в ушах. Она готова лишиться чувств, Но она довольна. Она тоже порхает. Для нее тоже Какой-то праздник. Она не знает, какой, Но все равно. Ветерок так ласково дышит, Свежий морской ветерок. Везде ароматный Праздничный воздух, И так приятно Летать, Летать, Носиться в этом воздухе. И Гули Носятся не одна. С ней вместе порхают И птицы, И бабочки, И эти нарядные, Крохотные, Маленькие создания. Они порхают На легких, Прозрачных крыльях. Они схватывают Гули за руки И несутся вместе с ней. Они кружатся, Порхают повсюду И снова прилетают К Божьему дереву. Это наше родное дерево, Шепчут они. Божье горчичное дерево, Оно выросло из земли И уносится в небо. Горький труд Несет изобилие. Изобилие дает довольство, Из довольства является свобода. И Гули чувствует, Как легко, Свободно бьется Ее маленькое сердце, Как все оно Переполнено радостью. Она носится, Летает на крыльях свободы. Она летает над морем, Над громадным Широким морем. Сердце замирает, А воздух тихо Ей шепчет Свобода! 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 Солнце уже стояло высоко, Когда она проснулась. Голова ее переполнена сном. Сердце замирает и трепещет. Ей кажется, Что еще над душами ее Кто-то шепчет тихо Все одно и то же слово. Свобода! 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 Ну что же мы будем делать на свободе? Думает Гули. Летать, порхать, Ну куда же? Ей становится скучно При одной мысли, Что она должна Вечно порхать и летать. Что же не встаешь, Дорогой мой черноглазый? Все уже чай отпили давно, Только ты спишь, Говорит ей ее толстая Дорогая няня. Что же сегодня заспался, Мой гулек? Говорит сама баронесса И входит в детскую, И смотрит на заспанные Глаза Гули. Вставай, мой гуленок! И она щупает ей пульс И смотрит, Не горяча ли у ней голова. И так нежно целует ее. Мутерхен, Говорит Гули. Она знает, Что баронесса любит, Когда она зовет ее Мутерхен. Ведь у баронессы Нет никого, Ни детей, Ни внучек. Всех она давно Схоронила. И только и есть У ней одна она, Названная дочка. Татарочка Гули. Мутерхен, Говорит она, Мне снятся все странные сны. А что мой росток Божьего дерева? Мутерхен, Ты не видала его, Моя милая? Нет, Не видала. Вставай, Одевайся скорее И иди сама. И Гули бойко Одевается, Умывается И бежит, Бежит к ростку Божьего дерева. Ну, Как он вдруг Вырос большим стволом? Но на пути Ей попадается Веселая груша. Ах, Гулин встала, Милая моя! И целует ее. Но только что Гули высвободилась И бежит в сад, Как перед ней Встает добрая Хохотушка Соня. Ах, Баришня, Баришня, Дорогая моя! Дай поцелую, Ясные глазоньки! И много-много Их целой толпой Окружают Гули. И для всех Она милая, Дорогая, Ясная, Ненаглядная. И за что Они все Меня так любят? Думает Гули И бежит, Опрометью, Бежит к ростку. Он поднялся, Значительно поднялся Со вчерашнего дня. Но, увы, Это был всход Зеленой маленькой травки, А не как Небольшого дерева. Гуля уселась Прямо на землю И смотрит На этот всход. И она верит, Крепко верит, Что он разрастется Большим-большим деревом. А за ней уже Бегут целой толпой, Гурьбой И Даши, И Глаши, И Саша, И Соня, И Дуня. И все кричат, Барышня, Чай кушать! Барышня, Дорогая, Чай простыл! Солнце спряталось За тучки, Саренький туманный Денек, Но такой Теплый, Ласковый. Нет шума, Крика, Как вчера, Но Гулли Кажется, Что все Травки Так сильно Любят птичек, А птички И бабочки Так нежно, Любовно Ластятся К нарядным цветам, И цветы От радости И любви Так нежно, Любовно Пахнут И аромат Их носится Во всем воздухе Все Напоено Их чудным Сладким Запахом Мутерхен Говорит Гулли Баронессе Ведь все И цветы И кусты И бабочки И птички Любят друг друга И все Радуются Жизне Потому что Жизни Есть Благо Да, Говорит Баронесса Только Злые И недовольные Не любят Жизни Только Для них Она тяжела И неприятна Целый День Бродит Гулли Тихая И радостная И за что Она не возьмется Все У ней Валится Из рук Так бы Все Она сидела И слушала Тихую Любовную Песню Целой Природы Глава Пятая Из этой Тихой Песней В душе Она провела Весь день И вечером Так Сладко Молилась Богу И так Мирно Тихо Уснула И во сне Ее Встретила Та же Тихая Любовная Песня Все Ее Мысли Кружатся Около Божьего Дерева И она Снова Носится Над ним Носится Порхает Над его Вершиной Которая Высоко Высоко Над землей И ушла В небо И все Легкие Порхающие Создания Все мальчики Девочки Вершина Освещена Любви Всех Гули Что Что этим Кругам Нет Ни счета Ни конца И все Они Из всех Кругов Общим Хором Запели Чудную Песню И эта Песня Была Сама Любовь Как Из громадного Органа Неслась Она То Замирая То Снова Поднимаясь Как Великая Волна Гули Вся Трепещущая Радостная Смотрела Наверх Туда Где Ярко Горел И освещал Всех Чудный Ласковый Свет И Ей Казалось Что И песни Свет И любовь Все Одно И то же И чем Торжественнее И нежнее Звучала Песнь Тем Ярче Сильней Сиял Чудный Свет И еще Казалось Гули Что Вся Она Превратилась В любящую Певучую Струнку И вся Душа Ее Трепетала И няжилась В общем Согласном Хоре Который Пел Славу Свету Свободе Любви Она Пела И не Чувствовала Как Из ее Глаз Катились Катились Крупные Слезы Она Понимала Что Источник Их Был В самом Ее Любящем Восторженном Сердце И Чувствует Она Что Вся Проникается Светом И Этот Цвет Так Томительно Сладко Обхватывает Ее Всю На Него Больно Смотреть Глазам Отяжелевшим От сна Она Силится Открыть И И Наконец Глазам Глазам Семечко Семечко Так Жадно Семечко Семечко Худая Худая Она Она Постоянно Томилась И К Пятнадцатой Весне Ее Тихой Жизни Захерела И Умерла Мутерхен Похоронила Ее И осталась Одна Совсем Одна Без детей Без внучек И без Своей Дорогой Милой Гулли Два Ивана Жило-было Два Ивана Два Родных Брата Старший Брат Был Совсем Умник Младший Иван Был Совсем Дурак Так что Все Соседи Говорили Ну Брат Видно У тебя В голове Эта слепая Баба Помелом Вымела Да песочком Посыпала Впрочем Все Соседи Любили Ивашку Он Дуражный Да Покладистый Говорили Они Положишь Лежит Поставишь Стоит И Правду Сказать Был Наш Ивашка Покладистый Добреющий Душа Всем Со Всяким Делится Всякому Поможет Только Не Всякий Пойдет К нему За помощью Потому Что Известное Дело Заставь Бог Не Дал Женился Была Ивашка Да Жена Его Бросила Больно Уж Глуп Был Так Он И Жил Не То Парень Не То Вдовец Что Это Ивашке За счастье Бог Богат Роди Ивашка Совсем Другая История С Другим Иваном Сумным Такого Умного Пойти Да Поискать Наверное Не Найдешь Каких Только Он Штук И Хитрости Не Придумает Были У него На полях Мочежинки Все Осушил Понаделал Канавок И Отвел Воду Чем Только Он Не Удобрял Поля Весной Когда Снег Сходит Он Всякую Дрянь Со Двора Тащит На Поле Старый Лапоть Трепицу Дохлую Кошку Крапиву Что По пустырям Росла Словом Все Что Попадется В огороде Сад Развел На Капустных Грядах Желтую Фиоли Рассадил Домахровые Розы На Пчельники У него Разъемные Улии Складные На Крыше У него Мельница Вертится Для Домашнего Обихода Муку Мелет В хлебе У него Холмогорская Корова По два Ведра В день Доит Да Сорок Штук Мериносов Шпанских Да Свиньи Чухонские Только Вся У него Не Впрок Идет Посадит Леон Пшеницу Белотурку Глядь Ее Градом Побьет Разведет Легусей Голландских Все гуси Перекалеют То Морозом Гречу Положит То Черв Хлеб Подточит То Дождем Сено Сгноит Со Всех Сторон Беды Да Напасти Нет Ни в чем Ему Ни счастья Ни удачи И вот Завел Он Кур Шпанских Отличные Были Куры Черные Белобороды А Петух Так Просто Заглядение Точно Конь Вороной Хвост Словно Генеральский Султан А гребень Так И Пышет Как Платок Кумачный И Что Ж Всех Этих Кур В одну Ночь Лиса Передавила Осталась Только Одна Маленькая Да Юркая Постой Думает Иван Я Тебя Проклятая Кума Изловлю Я С тебя Сделу Шкуру Твою Поганую Барыни На шубку И Вот Смастерил Он Крепкий Капкан И Поставил Под Лазейки В ту же Ночь Попалась Кумушка Да Еще Какая Лиса Пушистая Черноборая Краснолапая А Разбойница Добыл Я Тебя Радуется Иван Рубля Два Чай Дадут За Твою Шкуру А Может Быть И Больше А Тушку Я Дам Кудлашке А Кудлашка Визеет Лает И Радуется Что Ей Тушка Достанется Дерет С Кумушки Шкуру Иван А Сам Песню Поет Только Приходит И Иван Дурак Глядит И Девуется Какой Это Брат Такую Лису Достал Брата Милый Говорит Подари Мне Тушку На Что Говорит Тебе Да Так Говорит Больно Она Мила Мне Есть Что Ли Ее Станешь Ее Дурак Не Едят Люди А Кудлашка Съест Подари Брата И Пожалуйста Я Кудлашке Мяса Дам На Возьми И Подарил Иван Дураку Тушку Схватил Дурак Тушку И Унес К себе На Другой День Собрался Иван Умный В город На Рынок Повезут Думает Продам Шкуру А На Два Рубля Опять Кур Куплю Выехал Он Со Двора Глядь А Ивашка Дурашный За ним Катит Лисью Тушку Везет Куда Ты Дурашный А Я Братец Тушку Продавать Хорошая Тушка Коль За Шкуру Деньги Дают Так За Тушку И Подавно Ах Ты Дурак Дурак Хе-хе-хе Охочет Над ним Братай Потешается Ты Б еще Крысь Их Тушек Набрал А Вось Такой Же Дурак И Купил Бы Крысь И Тушка Братай Поганая Ее Грешно Есть А Эта Ишь Ты Какая Мы С тобой В ней Искусы Не Знаем А Барь Все Идет Приехали Братья Вышли На базар Ходят Продают Лисит Ушку Братцы Эй Лисит Ушку Народ Честной Кричал Иван Дурак И хохочет Над ним Народ Честной Только В ту пору Заболей Царевна Тяжкую Немочью А Главный Лекарь Прописал Ей Лекарство Мудреное Надо Говорит Поймать Лису Чернобор Да Не Собаками А Капканом И У той Лисы Вынуть Сердце И Печенку С Наговором Да Запечь Ту Печенку И Сердце В Пресном Пироге И Дать Царевне Съесть Рана На Заре С Молитвою И Приговором И Всю Болезнь Как Рукой Снимет И Вот Принялись Искать Чернобор Лису И Ищут Ищут По Лисам По Горам Да Видно В Недобрый Час Где Ее Найдешь Да Еще Капканом Возьмешь Главный Ловчий Совсем Голову Потерял Ибо Объявлен Ему Царский Приказ Коли В Два Дня Лису Не Представит Так Быть Ему Самому В Капкане В Петле Глухой Что На Перекладе Не Качается Разослал Он Всех До Ежачих Ищите Дескать Лису А то Быть Мне Без Головы И Вот Ры Ищут И Ищут Один До Ежачий И на Базар Пошел А на Базар Иван Дурашный Орет На Все Горло Лисе Тушка По Тушку По Тушку Лисы Чернобуры Уцепился За него Да Ижач Обеими Руками Что Просишь За Тушку Пятьдесят Рубликов Да Пять Алты На Чай Ах Ты Дурак Это За Лисью Тушку Протри Глаза Проснись Что Ты Разве Есть Ее Будешь Нет Я Друг Ее Не Ем А Твое Здоровье На Нее Верно Ластится Коли Тебе Бо Она Была Ненадобна Ты Бо Не Торговал А Я Не Просил Б Пятьдесят Рублев Нечего Делать Повели Ивашку Главному Ловчему Вот Дескать Пятьдесят Рублев Просит Да Пять Алты На Чай А Главный Ловчий Давайте Давайте Кричит Царская Казна Все Заплатит И Вот Отсчитали Ивану Дураку Пятьдесят Рубликов Да Пять Алты На Чай Да Легонького Подзатыльников Догонку Вот Дескать Дурак Проси Впредь Да Соглядкой А Иван Умный Целый День Проходил Со Шкуркой К Вечеру Наконец Напал На Купца Дал Он Ему За Лису Рубль С Гривной Да И то На Пятак Обсчитал Вот Говорит Иван Дурак Брату Я Говорил Брата Что Баре И Лису Едят Молчи Дурак Говорит Брата Да Бога Благодари За Твое Дурацкое Счастье А Вот Концу Лета Стал Иван Умный Мед Ломать Наломал Он Его Из Своих Разборных Улей В Гибель Наложил Он Его В Катки Разобрал Как Следует И Приготовился В город Продавать Вести Только Девуется Сколько Брата Меду Наломал А Брата На это Лето Последнюю Колоду В разъемной Улей Перегнал И Свалил Он Эту Колоду Подле Амшаника А Колода Большущая Старая Пристарая Трухлявая Гнилая Вся Так И Сыплется Ах Брата Говорит Иван Дурак Отдай Ты Мне Эту Колоду Пожалуйста Отдай Ну А что Тебе Дурашной Колоду Ведь Она Гнилье В огне Не горит Врось Ползет Как Прах Сыплется И Пнул Он Ногой Колоду Так Что Она Крякнула Ничего Брата И Мне Пригодится Отдай Пожалуйста Возьми Говорит Мне Она Даром Не Нужна И Вот Собрался Иван Умный Мед Продавать Вести Глядь А за ним Иван Дурак Едет И Колоду Везет Рогожий Ее Покрыл Запряг Своего Бурко А Бурко Лошадь Здоровенная И Носил Он Эту Колоду Прет Куда Ты Это Дурашный А я Брата И Колоду Продавать Колода Большущая Может Кому Нибудь Испонадобиться Ох Ты Дурак Дурак Лошадь Только Ты Дурень Измочишь Родятся Ты же На свете Такие Олухи Приехали Братья На базар А в тот Год Как нарочно На мед Урожай Приключился Целый Базар Медом Завален По рублю Запутают Да и то За первый Сорт Ходит По базару Купчина Брюхан Старый Пристарый Седой Расседой А с ним Приказчик Парень Степенный Подходят Они К Ивану Дураку Что добрый Человек Продаешь А добрый Человек Вытарищал Свои Большущие Дурацкие Глаза И рот Открыл Девуется На брюхана Купца А я Говорит Гляжу На тебя Да и девуясь Равно ты Моя колода И показал Он купцу Колоду Это Говорит Мне брата И подарил Я и продаю Ах ты Дорень Дорень Да и брат Твой дурак Как это Можно Колоду Продавать Все пчелы Изведутся А сам Купчина Думает Семка Возьму Я у него Колоду Вот счастье Это мне Привалит Он же Такой Дурашный Должно быть Блажной И глаза У Купчины Разгорелись А что Говорит Друг За колоду Просишь На сто Рублев Ха-ха-ха Ах ты Дурак Да вся Ей цена Полтина Без гривны Прикрыл Рожай Подходит Опять Купец Отвернулся И пошел Что Спрашивает он Приказчика Купить нам На счастье Колоду Ты или нет Отчего Не купить Гудит Приказчик Известно Счастье Да удач От Бога Ну Однако Стали Люди Говорят Что И хорошая Колода Из чужой Пасеки Счастье Приносят А это Не из Простой Пасеки У его Брата Слышишь Пчелом Вот Хороший Повернулся Опять Купец Подошел К Ивану Ну Говорит Облюбилась Мне Колода Да и Ты Хороший Человек Даю Тебе Десять Рублей Тащи Ко Мне Колоду Молчит Иван Дурак Как только Знай Каравай Уписывает Давай Говорит Старублев А то Полторас Запрошу Ох Ты Дурак Дурак Скинулся На него Купчина Да ты Очнись Дурашник Ты Бестолочь Чухонская Ведь Ты За простую Колоду Экую Цену Ломишь Ведь Я Только Так Для Счастья По Нраву Моему Хочу Купить Е А Коли Для Счастья По Нраву Своему Хочешь Сто Рублев Тысячу Потеряешь Вот Что Делать Нечего Распоясался Купчина Отсчитал Иван Дураку Сто Рублев Да Не Просто А С Наговором Ушон Чистил Чистил Его На Все Корки Инда До Тосноты Да Ты Умеешь Ли Дурин Считать Говорит Об Этому Не Хлопати Говорит Милый Человек Отлично Сосчитаю И Подлинно Считать Был Гораст Иван Дурак А с Другим Братом Другая История В силу К вечеру Продал он Мед За двадцать Рублей Да и то Наполовину В долг Едет он Домой Думу Думает Отчего Ему Во всем Неудача А Иван Дурак За ним Катит И сто Рублев В кошеле Бринчат Вот Говорит Братой Колоду Ты мне Подарил Спонадобилась Она За сто Рублев Купцу Земле Царский Указ Объявляют Следом Нам Гласит Указ Что в земле Есть досужие Люди Кои Всякие Художества Измышляют Занятно Нам о том Ведать Дабы Не одна Штука К чему К чему Иван Иван заправляет. Настал, наконец, Юрьев день. Царское смотрение. Собрались со всех сторон досужие люди, весь царский двор битком набили. На высоком крыльце сидят все бояре, додумные дьяки, а вокруг них стоит почетная стража. И вот загудели бубны или тавры, выходит царь на смотрение, а глашатые кричат, вызывают. Эй, добрые люди, придите, покажите, кто вас то гораст. И стали выходить добрые люди, всякие свою сноровку и умение показывают. Кто идет с новым гудком, кто с новой балалайкой, кто с сапогами немецкими, что носки врозь выворачены, кто просто с пирогами, что жена напекла, да впрок насушила. Но больше всего идет народ честной со всякими машинами да инструментами. И было тут столько этих машин, что Иванова машина исчезла в них, как капля в море, точно ее и не бывало. Только как кончилось смотрение, кто-то сзади кричит. Эй, люди, раступитесь, я еще свое досужество покажу. И люди раступились. Идет Иван-дурак, и все на него деваются, что за пугало такое движется. И подлинно вырядился он хуже пугало воронья. Все, что было у него в сундуке платья, все на себя навертел. Бала шубка зайчи и ту надел. Да не просто, а шерстью вверх. Вот, дескать, коли царю занят на мое досужество посмотреть, так я все ему покажу. На, мол, царская милость, смотри. И несет Иван-дурак в руках, не разберешь что. Взял он жерсть, согнул ее в дугу, стянул ее жилой, толстой и звонкой, а к дуге прицепил, подвесил сковороды, заслонки, колокола, шеркунцы, бубянчики. Подошел Иван-дурак, царю поклонился. Отставил одну ножку вперед, а перса на жерсть. Да как дернет за струну, батюшки мои. Дззз, бум, динь, динь, бум, бум. Такой звон пошел, что все собрание покатилось со смеху. Даже сам царь засмеялся. Это кого досужество, говорит. Мы еще не видали. Из какой ты волости, добрый человек? Волости я не ведаю, а зовут меня Ивашка Дурацный. И опять как дернет за струну. Дзз, бум, динь, динь. Такой опять звон пошел. Вот, дескать, говорит. Царская милость, мое старание. Люба тебе или нет? Люба-люба, говорит царь. А честный ты человек или нет? Спрашивает царь. Честный, честный, говорит народ честной. То ты и есть. Лучше быть дураком да честным, чем умным да мошенником. И посмотрел тут царь на многих, и многие при этом глаза потупили. А хочешь ли ты, спрашивает опять царь, подумав немного. Хочешь ли ты, честный человек, быть моим казначеем? Как не хотеть, вести мы хочу. Говорит Ивашка и поклонился царю в ноги. А умеешь ли ты считать? О, считай-то он гораст, всякого плута обочтят, кричит народ честной. И взял царь Ивашку-дурака к себе в казначеи. А умный Иван поехал, смотрение ни с чем. Едет он и злится, злится. Я, говорит, подожду, подожду, пока народ честной узнает, что за штука, за такое счастье да удача. Да пока дуракам счастья на свете не будет. Ну и ждет он до сих пор. Все еще не дождался.